145-летие Ташкентской епархии, 5-летие Среднеазиатского митрополитического округа, а также 25-летие независимости Республики Узбекистан отметили в Ташкенте. В Академическом Русском Драматическом Театре Узбекистана состоялся праздничный концерт. Звуки карная, нагоры, сурны и дойры – все это название национальных инструментов – приветствуют зрителей концерта. Архипастыря духовенства и всю православную паству Ташкентской епархии пришли в этот день поздравить представителей государственных структур Республики Узбекистан. В своем приветственном слове владыка Викентий рассказал о вкладе первого президента республики в развитие православия в независимом Узбекистане. Мы благодарим за эту помощь, которую он оказал нам, и мы надолго, она всегда останется в нашей памяти и для всех ташкентцев. Первым епископом с титулом «Ташкентский» и «Туркестанский» в 1871 году стал владыка Сафония Сокольский, но сюда архипастырь прибыл лишь через год после назначения. Поэтому мы рады будем и на следующий год вспоминать вот это событие, но сейчас мы рады, что наша епархия имеет такой юбилей, и мы благодарны узбекскому народу, правительству за то, что мы имеем такую счастливую возможность жить на этой святой земле. Я всех вас, дорогие братья и сестры, поздравляю с нашими юбилеями, дай Бог всем здравия, благополучия и успехов в ваших трудах. Концертная часть была открыта великолепным выступлением архиерейского хора при Свято-Успенском кафедральном соборе Ташкента, а также всех порадовал гость столицы республики, победитель четвертого проекта «Голос на Первом канале» и романах Фотий Молчанов. Второй блок концерта – парадовый выступлением звезд узбекистанской эстрады. Большое спасибо вам за проведение столь грандиозного и масштабного концерта. Очень приятно, что вновь было участие так много разных и таких мастеровитых исполнителей. Конечно, бриллиантом этого концерта было возлюбление Альца Фотия, его такая замечательная, строгая академическая манера исполнения. Телеканал «Союз» присоединяется к поздравлениям с юбилейными датами и желает духовенству и мирянам епархии помощи Божией и благополучия.